Ты делаешь два-три цикла, опять проверяешь пульс. Если пульс у нас появился, то нам нужно его в высоком боковом положении. Искусственное дыхание и массаж сердца – приемы, которые спасают жизнь людям. Но учиться им несложно даже детям. Химки присоединились к региональному дню безопасности детства. Сотни школьников познакомились с работой служб безопасности. Сотрудники полиции показали ребятам, как и для чего берут отпечатки пальцев. Будущие криминалисты в восторге. Сейчас у меня взяли отпечатки пальцев. Сняли. И как? Тебе понравилось? Да. Я теперь знаю, как ловить преступников. Спасатели представили пожарные машины и дали примерить рабочую форму. Сотрудники Химспаса рассказали ребятам, для чего нужен водолазный костюм и как достать человека из-подо льда. А самые любознательные дети попробовали себя в роли водителя специальных машин. Мне кажется, что эта машина нужна для того, чтобы везде проехать, где не может проехать обычная легковая машина. Либо же грузовая. Главные участники мероприятия – дети и родители. Вместе с ними на тематических площадках уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Детские омбудсмены оценили организацию Дня безопасности детства в Химках. Масштабы поражают. Я сегодня лично пришла посмотреть, как это проходит в Московской области, как это проходит в Химках. Увидела огромное число детей, родителей и самое главное тех, кто может научить и детей, и родителей тому, как вести себя, если вдруг что-то случилось, потерялся, если вдруг почувствовал запах дыма, газа. Особое внимание уделили правилам дорожного движения. Дети прошли тематический квест, выучили дорожные знаки и сигналы светофора на макете дороги. А за правильные ответы в викторине получили ценные подарки – светоотражающие браслеты. Для нас также важно внедрять культуру безопасности и для наших малышей, для наших детей. Сохраняя их, мы сохраняем будущее. Этот проект направлен на то, чтобы дети могли правильно действовать в нестандартных, чрезвычайных ситуациях. День безопасности детства прошел во многих регионах страны. Проект новый и только набирает обороты. Ксения Каретникова, Николай Забродин, Служба новостей.